В связи с процессами децентрализации у образовательных учреждений на местах открываются широкие перспективы для дальнейшего развития. Такую мысль высказал народный депутат Николай Фролов во время визита в Хортицкий национальный учебно-реабилитационный многопрофильный центр. На внеочередных сборах трудового коллектива только один вопрос – встреча с народным депутатом. Ведь именно Николай Фролов, бытность начальником Горано, определил дальнейшую судьбу и путь развития этого заведения. За шесть лет эксперимента обычный интернат превратился в уникальный многопрофильный реабилитационный центр. Но и спустя годы народный депутат не забывает о своем детище. Когда был наш задумок о реформировании 8-го интерната, заклад нового типа, такого типа, которым есть сегодня, шановный центр, уже не центр даже, вы все и далее, и далее идете, поэтому даже про это думать не могли. Первой книгой, которая была współпростью коллектива, на тот момент еще санаторной школы интерната номер 8, была книга «Школа житетворчества и личности». Самой в ней, в статье «Думайте про завтрашний день» Миколай Александрович вызначил наш заклад как заклад нового типа. Считают, создание в центре личностно ориентированной педагогической системы позволило создать условия для успешной реабилитации воспитанников с особыми потребностями. То, что для поддержания успешного функционирования нужны средства, ни для кого не секрет. В условиях децентрализации, когда у местных бюджетов становится больше финансовой свободы, есть все предпосылки для развития учебных учреждений, уверен Николай Фролов. Я народный депутат Украины, ректор Запорожьего национального университета. У меня есть поле для самореализации, но я решил, что наставил тот момент, когда нужно и очень правильно будет не думать только, скажем так, о какие-то такие обычные для каждого для нас речи в начальные моменты, а нужно думать о городе, о нашей громаде. В ходе встречи представителями трудового коллектива учебно-реабилитационного центра были высказаны мнения о необходимости дальнейших преобразований в системе образования. Как народный депутат Николай Фролов обещал учесть пожелания педагогов.